Республиканский национальный комитет подготовил резолюцию, согласно которой кандидаты в президенты от республиканской партии будут давать обязательство не участвовать во встречах кандидатов, организованных комиссией по президентским дебатам. Решение это будет вынесено на голосование в феврале. Комиссия по президентским дебатам была создана в 1987 году и с тех пор уже три с половиной десятилетия она организовывала встречи кандидатов в президенты. Комиссия это двухпартийная, согласно ее уставу в отношении к кандидатам она является совершенно нейтральной, но республиканцы традиционно обвиняют ее в подыгрывании некоторым кандидатам. Согласно версии, во всяком случае самой комиссии, такое впечатление может объясняться тем, что некоторые путают праймерис, первичные выборы и выборы президентские. Комиссия отвечает только за дебаты перед выборами президента, а что касается выборов кандидатов от партии, то эти дебаты организуются на местном уровне, там бывают подспудные интересы. В ходе дебатов перед последними выборами Трамп обвинял организаторов президентских дебатов в махинациях, когда, например, у него однажды перестал нормально работать микрофон. Как бы то ни было, республиканцы, вероятно, намерены отказаться от процедуры организации дискуссии кандидатов в президенты, которая имела место с 80-х годов. Что будет вместо этого, непонятно. До 1987 года представители двух партий каждый раз встречались, долго обсуждали условия дебатов, начиная от размера там сцены, расстояния между говорящими до продолжительности выступлений и ответов. Сегодня продолжались волнения в Израиле в районе Димона и Бершебы. Участвуют в них сотни бедуинов, которые бросают в израильских солдат камни. Израильтяне применяют резиновые пули, звуковые гранаты, водометы. Бедуины вырывают из земли только что посаженные там тысячи деревьев. В Израиле для борьбы с пустыней посаженные сотни гектаров леса, кустарников. Массовые посадки деревьев были в этом районе на земле, принадлежащей государству. Но бедуины считают эту землю своей, хотя и не имеют соответствующих документов. Они рассматривают посадку деревьев как покушение на их собственность. Волнение продолжается с начала недели. Этот конфликт, как считают, является серьезной угрозой правительству премьера Беннета. Из коалиции угрожает выйти блок арабских партий. Тогда большинство Беннета в Кнессете будет потеряно. В следующей части о том, что с завтрашнего дня наборы для тестов против вируса будут для имеющих страховку бесплатными. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова